Он перевёл её с непонятно чего. Он ещё её пошматовал и склеил с не своими частями. То есть, например, его Велесова книга, она вообще как бы не Велесова книга, а компиляция разных частей Велесовой книги в некое удобное для нынешних, так сказать, славян, ну или, точнее сказать, зомбо-славян, такое вот относительно патриотическое, относительно эзотерическое, относительно непонятно какое чтиво, которое ложится им на душу или ещё, возможно, кому на какое место. Ну и они вот так это читают, думая, что читают древнее. На данный момент огромная благодарность Галине Сергеевне Лоско за то, что, несмотря на то, что она сделала перевод, который в некоторых местах также оставляет очень много ему желать, всякого и хорошего в том числе, но ей благодарность, что в конце она оставила непереведённый текст. И, в принципе, можно взять тот текст, можно взять мозги, можно взять словари и самому взять и прочитать. Ну, где-то так. Ну, чего я, естественно, советую сделать. Да, но в интернете есть такая галинетрия, которую берут? Я её в интернете не искал, я её покупал у самой Лоско, когда она один раз приезжала в Одессу, на книжную выставку. И, ну, можно постараться найти. То есть, снова, если хотеть найти, можно найти или в интернете, или способ её заказать, или даже найти саму Лоско и востребовать у неё в том или ином виде текст. Это не проблема. Проблема в том, что лень одолевает нынешних всяких людей вроде как. И они становятся тоже такой мёртвой материей, которой управляют те, которые более смешлённые. Ну, товарищи серые. А люди, вместо того, чтобы включать свои мозги, они потом ещё начинают кричать о том, какие серые плохие и так дальше. Ну, а если гной разводить, то и черви заведутся. Так что и хорошо в какой-то степени, что черви заводятся. Так, по крайней мере, видно, что что-то не так. А я сказал, как и бодоснавство, и ещё что послушал? Теология. А, видическая теология, да? А я ещё хотел спросить тебя, вот боги, они могут человеческие дела произвести, если захотят? Могут, а кто им мешает это сделать? Причём здесь есть способ пойти на реинкарнацию, здесь есть способ, как шахте, веша, аватара иногда подселяться, есть способ материализоваться, на крайний случай. Вообще куча способов у богов, как это сделать. Ну, естественно, ну, как бы у богов намного больше возможностей, чем человек может себе даже представить. Поэтому сложно сказать, чего они не могут, чем что они могут. Как-то так, наверное. А ещё хотел спросить, а вот на Зеленском Мецея смотрел, там ещё княжество, что это такое? Ну, есть такие некоторые области. Ну, это тоже желательно изучать записи по мирозданию, желательно читать текст по мирозданию. То есть, нужно комплексное изучение. Вот как, допустим, мне сказать, что такое Марс или что такое Венера? Скажу, что это такой же шарик, как земля, только другого цвета. Ну, будет неправильно, они другого размера. И там на данный момент другие обстоятельства. Ещё целая куча отличий. Поэтому, если как бы вот так максимально просто, то да, это просто княжество богов некоторые, и всё. А если детально, то надо брать и изучать, и осмыслять, и слушать записи там, где я общаюсь с теми, кто это всё уже годами так или иначе изучает и осмысляет. Ну, и, соответственно, как бы постоянно думать над этим. Потому что символика этого есть и в традиционной славянской вышивке, символика есть и в архитектуре. А архитектура, христиане ничего нового вообще не изобретали. Они испоганили до неузнаваемости кучу всего старого, начиная от креста и заканчивая просто архитектурой культовых сооружений. Но вот реально чего-то такого нового, чтобы вошло в какое-то такое общественное, общеизвестное, общедоступное, общеупотребляемое, я не знаю ни одного примера, что они создали. И если ты знаешь, давай, пожалуйста, примеры. Я буду только рад расширить свои познания в данном вопросе. Но пока ни одного сколь-нибудь нужного, позитивного какого-то предмета, явления, идеи или чего бы то ни было такого, что вот создано служителями христианского культа на основании христианских идей, христианской философии и так дальше, ничего такого мне не встречалось вообще никак. При том, что большинство архитектурных решений в их, так сказать, ихних, так сказать, храмах чисто ведические, и можно проводить параллели с Индией, с Шумером и так далее. Ну, понятие мир, оно не является синонимом слова планета. Мир, учитывая разноплановость возможностей написания данного слова, может применяться и к части планеты, и даже к небольшому селению, и может применяться и к целой куче планет, объединённых в галактику или объединённых в какую-нибудь там другую общность. В зависимости от того, как бы, ну, мир — это некая измеряемая группа людей или связанных с этим, возможно, животных, явлений, других существ, о которых идёт речь. То есть, ну и там были знаки, вследствие которых слово «мир» получало значение подземные миры, пикельные миры, такие миры, всякие, то есть куча знаков, куча возможностей. Вообще тоже нужно посмотреть записи по, соответственно, мирам богов, пикельным мирам, и разобрать, что такое ад, что такое пекло, что такое потало, поскольку хоть часто эти понятия взаимонакладываются, но вообще это совершенно разные идеи. Или есть уже понимание этих вопросов? Есть, и даже как стать, ну, взаимодействуем, потому что, ну, как стать... Тогда что такое потало? Ну, именно нет, я тебе говорю, что есть взаимодействие, как стать, с теми предками, которые приходят из нижних миров, и, ну, как, какие-то определенные действия производим, и они, как бы, ну, как выходят служены к какому-то богу. Мне трудно тебе объяснить, ну, то есть мы такие практики проводим, как вот, ну, как лирик, знаешь, проводят? Ну, проводят. Ну, то же самое, как бы, мы же у них учились, и мы то же самое теперь сами делаем. Рад, конечно. Конечно, вопрос, как бы, если мы проводим и не совсем понимаем, что проводим, то и получается не совсем понятно, что. Вот мне многие... Такой пример, что если они что-то чувствуют, зачем им дополнительное знать, вот они чувствуют, и всё. А я им тогда пример, что, допустим, если вы едете в маршрутке и просто увидели... Вернее, не увидели, а почувствовали, что у вас на ноге какой-то груз очень тяжёлый. И если не видеть, где есть свободное место, чтобы убрать ногу от того, кто на неё наступил, если не видеть вообще, что происходит, можно, соответственно, или другому на ногу наступить, или поставить ногу в ещё хуже место, и так дальше. Хоть ощущение, чувство, как бы, что на ноге что-то есть, есть, но само ощущение без видения, то есть ведание контекста этого ощущения, оно вообще бессмысленно просто и бесполезно. Я именно так отношусь к большинству разнообразных практик, что если непонятно что, то и непонятно, зачем оно нужно. И, например, я делаю только то, что я понимаю, и с теми людьми, которые тоже стараются понимать. Ну вот поэтому я к тебе обратился, что участие я какое-то осознаю, и стараюсь дальше учиться, потому что я же не понимаю. А тут я особо не помогу. Тут нужно, я могу предоставить знания, я могу предоставить, в принципе, некоторые наработки и принципы по оптимизации мышления, по изучению тех же текстов. Ну, короче, ряд знаний, как из вед, так и из своих наработок. Но тут нужно постоянно самому тоже над этим всем мыслить, размышлять, изучать. Ну, вот это сейчас просто некоторые покупают дипломы, некоторые, вот как, допустим, экзамены, часто друг у друга списывают или изучают тему для того, чтобы только ответить на экзамене и забыть на следующий день. И так многие, они, допустим, на кандидатскую какую-то заставляют своих уже учеников, чтобы те им писали эту работу и так дальше. И поэтому в нынешнюю науку целая куча налезла тех, кому там вообще-то не место. Но если брать классическое представление о том, как учёный, некий приближённый к эталонной идее учёного, должен осмыслять свою науку, то он